Эффективный метод профилактики наркомании, организация досуга и воспитания дома в семьях и в школе. Отличная альтернатива вредным привычкам – занятость в кружках, спортивных секциях, музыкальных школах. Вышивка и рисование, занятия и хобби – сотни. Самое здоровое, полезное и перспективное направление, конечно, спорт. Производится ремонт спортивных залов. В этом году, я скажу, наверное, раз в пять больше денег дали главой муниципального образования Сергею Павловичу Сергеевну. Выделено денежных средств из бюджета на ремонт спортивных наших залов в школах, на ремонт спортивных площадок, которые уже, покрытие же, оно имеет свойство стираться, причем прошло уже у них 8 лет с момента их строительства. Но дети играют, они не стоят. Самое главное, чтобы они были не закрыты. Детям необходимо объяснять, что такое хорошо и что такое плохо в каждом возрасте по-разному. И чем раньше, тем лучше. Чтобы не попадало подрастающее поколение в печальные сводки и статистику наркоманов и алкозависимых. На учете на экологическом ленте состоит 22 человека с диагностом клинического алкоголизма. То есть также люди с дальнего времени болеют, выпивают. Ну, веживесячно в составе групп, в составе, в исполнении закона 1539, когда мы посещаем несовершеннолетних, покупая по месту жительства. Также мы с членами комиссии, с членами групп, с членами заезды наркоманов, алкоголикам. Треть стоящих на учете в Гайкадзорском сельском округе трудоустроены. К остальным относятся как больным. Глава сельского округа отметил, сначала наркомания и пьянство цепляет обеспеченные категории. Затем из успешных и перспективных люди превращаются в бомжей, продавая все за очередную дозу или стакан спиртного. Причем, что пить уже не выбирают, качество напитков не имеет значения. Отрадно отметить, что буквально с середины 2000 года, когда и государство повернулось к этой проблеме, очень внимательно и очень правильно. И народ наш уже созрел для этого. Начиная с середины 2000 года пополнения в летах наркоманов нет. Значит, работу проводят эффективно, ориентируясь на результат. О необходимости взаимодействия силовых структур и подразделений напомнил начальник наркополиции Адам Ханахок и привел конкретные данные работы своего подразделения. В этом году выявлено всего два очага произрастания дикорастущих растений конопли. Это 23 июня в поселке Уташ совместно с сотрудниками правительственного управления ФРБ уничтожено 10 кустов конопли. И 16 июля с сотрудниками представители Администрации Первомайского северного округа уничтожено 3600 для растущих конопли. Альтернатива – просвещение и пропаганда здорового образа жизни, надежная защита от вредных и смертельных привычек и зависимостей. Еще один важный фактор – пример взрослых. Дети подражают старшим, поэтому в очередной раз родителям, возможно, стоит пересмотреть свои привычки.